На помощь в Дагестан. Вот вторая неделя, как в Ботлихе и Буйнакске, силами Минобороны развернуты полевые госпитали. Там местным жителям оказывают помощь врачи западного военного округа страны. Все специалисты приехали из других регионов и на сегодня, по официальным данным, им уже удалось вылечить от коронавируса 30 пациентов. Наша съемочная бригада постила один из объектов. Хадижа Курбанова расскажет о врачах, которые приехали, чтобы помочь нам победить недуг. От Ботлиха до Махачкалы более четырех часов езды. Преодолеть эту изнуряющую длительную дорогу не под силу тяжелобольным пациентам. Поэтому полевые госпитали здесь были жизненно необходимы. До открытия госпиталя больница районного центра была переполнена заболевшими в пик пандемии. На подмогу в Дагестан приехали военные врачи. Около ста медиков западного военного округа из Московской области приехали сюда, невзирая на риск и опасность заражения. Для многих эта командировка была неожиданной. Узнал я об этом буквально за сутки. В субботу я сменился с дежурства. В 7 утра мне позвонил командир госпиталя и сказал, что собирайся, ты едешь в командировку в Дагестан. Пациенты очень хорошо реагируют, настроены хорошо, доброжелательно. Любой вопрос отвечают, какие-то манипуляции есть, тоже не сопротивляются. Большую часть времени, в котором мы служим, уже больше по командировкам, чем находимся в своем месте дислокации. Поэтому мы всегда рады ехать в командировки, особенно в такую местность, где нас очень приятно приняли. Очень красивые все горы. Елена и Юлия Карташовы, две сестры, они также прибыли в Ботлих из Московской области. Здесь работают медсестрами. Военному делу девушки посвятили несколько лет жизни. Возможность спасать людей, по их словам, это то, к чему они стремились с детства. Ко всем командировкам мы вообще относимся положительно, потому что мечта с детства у нас спасать людей, мы к которым и стремимся. Люди здесь очень гостеприимные, нам здесь очень нравится, очень хорошо нас приняли. Пейзажи просто... Природа очень красивая. Раньше такого не видели. Госпиталь рассчитан на 100 коек. На расстоянии более тысячи метров над уровнем моря палаточный лагерь был разбит Министерством обороны страны. Сюда поступают больные с симптомами коронавируса из Ботлихского и шести соседних районов Дагестана. У нас прием идет круглосуточно. Дежурство организовано по 6 часов. Каждые 6 часов врачебно-сельской бригаде меняется. Пациенты поступают круглосуточно, в любое время суток. Оказываем помощь всеми горным районам республики. Сейчас есть тяжелобольные, которые... Тяжелобольных у нас нет. В основном средней тяжести больные. Больных привозят на скорой помощи, либо они приходят самостоятельно. Все обратившиеся с жалобами проходят медобследование, сдают анализ на наличие COVID-19 и получают необходимое лечение. С появлением госпиталя нагрузка на центральную больницу Ботлиха значительно уменьшилась. И теперь медучреждения возвращаются в русло своей нормальной работы. Много улучшилось. Раньше в мае, в начале мая даже, было по 20 больных бывало в день. А сейчас один-два больных в день привозим. То есть гораздо меньше. Да. Сколько еще здесь пробудут приезжие врачи, пока неизвестно. Каждый из них уже успел соскучиться по родным, но многим эта командировка по душе. Красивый дагестанский пейзаж, солнечные дни и добрые люди не оставили медиков в погонах равнодушными. Хадижа Курбанова, Муса Салгиреев, телеканал НТ, Ботлихский район.